А у белорусов всегда за столом дранники, дранники всегда, или колдуны. Это колдуны, которые с мясом, с картошкой, а дранники – это картофельные котлеты, именно там на сало жарят. Какие праздничные блюда готовили и какие традиции соблюдали народы Самарской области, можно было узнать в этнопарке «Дружба народов» на новогодних гуляниях. Помимо обычных экскурсий в разных домах о быте той или иной народности, специалисты центра рассказывали и о праздновании Нового года и Рождества. На 7 числа на Рождество дети бегали и славили. Обязательно на Рождество, когда дети славили, надо было подавать монетки детям. Чтобы богатые жили, год успешный был, чтобы всегда полная чаша в доме была. Развлекали гостей народных гуляний не только экскурсиями. Для посетителей провели несколько мастер-классов по изготовлению новогодних аксессуаров. В частности, рождественских венков, которые можно было забрать с собой. А в Русском доме была подготовлена интерактивная квест-программа со сказочными героями. Здесь очень атмосферно, уютно, теплое место. Всей семье здесь понравилось. Мы узнали много нового, также познавательная информация, творческая. Смогли вместе сделать такие чудесные, замечательные поделки. У нас интересно всем. Во-первых, очень интересно в домах. По мнению многих наших гостей, те, кто приезжал и с детьми, и взрослые, были удивлены нашими новогодними программами. Потому что даже уходя с наших праздников, они говорили, а мы этого и не знали. Также в течение всего дня на улице были доступны горки для катания на тюбингах, а также лошадь с телегой, в которой можно было прокатиться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.